День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новым жизненным выпуском, для записи которого в 6 утра я выезжаю из Москвы, преодолеваю порядка 300 километров, оказываясь во Владимирской области, в спальном городочке с населением плюс-минус 50 тысяч человек, куда меня пригласил герой выпуска, для того, чтобы показать вам свою историю жизни. Фразы, вырванные из контекста. Смотрим. Как вам такое, друзья? Я всегда читаю ваши комментарии, вижу, чего ты снимаешь одну Москву, ты хоть прокатись по стране, там ведь тоже много всего интересного. Человек пригласил, я понимал, что есть возможность утром уехать и вечером уже быть дома, и вот что из этого получилось, что нам покажут и расскажут людям сегодня, мы посмотрим вместе с вами. Выпуск будет действительно интересный, спорный, ваше мнение очень интересно будет почитать в комментариях, поэтому без промедления мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Арсен, мне 36 лет. Это Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, как говорится, родина стекла. Как давно ты здесь живешь? С 2011 года. А до 2011 года где ты жил? В Саратовской области. Это там ты родился, вырос, рос? А почему ты из Саратовской области переезжаешь? Потому что работали в Москве, и по расстоянию очень далеко, почти тысячу километров, мотаться, а потом где я жил, у нас отменили поезд, так как людей мало. Ну, чтобы в РЖД выбуток не работал, и вот. Работал на стройке. На строителе? На строителе. В каком году ты покупаешь квартиру здесь? В 2011 году, в июле месяце. Что ты покупаешь себе? Вот двухкомнатную квартиру, вот она. Вот здесь, да? Да, вот она. Первый этаж, вот она, два окна. В нижнем доме. На момент покупки дом же функционировал, правильно? Что из коммуникаций вообще было? Все. Центральная канализация, газ, все было, вода, все было. Но в двух квартирах, вот на втором этаже и на первом этаже, у них не было газа, они топились с дровами. Просто, видимо, в свое время, кто здесь проживал, жильцы, были с деньгами и подвели себе сюда газ. В квартиру. В квартиру, где ты жил? Где, не только где я жил. Ага. Вот квартира была с газом, выше была. Тут, в общем, четыре квартиры было с газом, две квартиры тут топились с дровами. Вот у них клетки, люди хранили вот здесь дрова. Вот они даже еще. Пеньки лежат, совсем здесь кололи, складывали в эти клетки. В период зимы топили свои квартиры. А ты покупаешь двухкомнатную квартиру площадью 51 квадрат? Да. По какой цене на тот момент? 750 тысяч. Расскажи вообще, как это было? Здесь же парковка какая-то была или как? Да, вот мое место было вот здесь, вот оно. Здесь было вот, вот здесь мое место было. Вот тут я парковал с подокнами. Прямо на кошке себе машину ставишь и... Да. И никто не ставил, все знают, что это мое место. Сюда никто не ставил машину. Хотя у нас тут всего стояли две машины. Одна здесь, одна здесь. Ну что, давай проводи, попробуем зайти. Пойдем. Слушай, в каком году дом попал под переселение? Тоже в одиннадцатом году. Буквально через пару месяцев, как мы его приобрели. И то есть после этого вы сколько, десять лет ждали, пока вас переселили? Да. Угу. Так, вот она. Здесь была комнатка. Комнатка. Здесь была вот так перегородка. Перегородка. Здесь вот была кухня. А вот здесь стояла душевая кабина. Ага. Ну, в целом, вот ты когда в 2011 году сюда же заезжаешь, все классно? Не жаловался? Нет, все отлично. Вот этот дом 1929 года. Ему почти сто лет. Вот дай комментарий. Вроде бы город небольшой. Знаешь, обычно говорят в таких городах там алкоголики есть, но... Есть. В тот же момент, смотри, как мы к с тобой удачно зашли-то, блин. И наркоманы есть. Много, да? Много. На кадрах время примерно десять утра. Мы заходим в этот дом и первое, что нас встречает, это следы от шприцы, бутылки с дырками и все, что с этим связано. Один из жителей города мне сказал, ты почитай новости. Наш регион входит что-то типа в топ-5 людей, где больше всего пьют, а точнее, людей, где зарегистрировано больше всего людей, болеющих алкоголизмом. То есть не просто покупают много алкоголя, а именно уже все спилить за состояние, что их признают больными алкоголизмом. Вот тут, конечно, есть такая проблема, да. Вот с тобой, видишь, зашли случайно. Да, 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 да. Слушай, а здесь это, получается, что печка изначально должна была быть? Вот здесь. Вот здесь. Вот она была печка. Печка. Ну, так как хозяин сюда подвел газ, вот здесь вот, на вот этой стене, где розовая плитка, вот здесь висел двухконтурный котел. И из этой печки сделали шахту. Ага. Ну, то есть от котла выхлоп шел наверх через крышу. С точки зрения жизни, быта, смотри, дома было зимой там мороз, тепло. Тепло. Вода есть, горячая, холодная. Горячая, холодная. Которный котел. Короче, все есть такая же? Все было здесь, отлично. Вот дом, вот этому дому сто лет. Вот если сейчас просто взять одно бревно, в него гвоздь забить невозможно, он крепкий. Ага. Его жгли два раза, вот горел этот дом. И вот он до сих пор стоит. Он не развалится, он не косится, ничего с ним не будет. Он стоит до сих пор этот дом. Спальный городочек, гусь хрустальный. Знаете, частенько на съемках подходят люди, которые за камерой готовы рассказать гораздо больше. Но на камеру ни-ни. Человек мне говорит, ты вообще знаешь, в каком-то районе находишься? Я говорю, да откуда я знаю? Я говорю, впервые вот приехал, снимаем. Район восьмерка. Ты, говорит, в интернете почитай, что такое восьмерка, кто такие восьмерочные. Ну, я думаю, дай-ка почитаю. Зачитываю вам. В ходе обыска изъяли автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолет-пулемет, пакеты со взрывчатым веществом, тротил, пластид, гранаты, более двух тысяч патронов и иное оружие и боеприпасы. Опа-на. Бандитизм. Подчеркну, что новости старые. Вот эта статья от 2020 года, еще есть статья от 2011 года. Смысл прост и, я думаю, для всей страны понятен. Бандитизм. Были банды. Рассказывают, что в этих даже домах, в подвальных помещениях, держали людей, которые плохо себя вели и не хотели платить. Но! По обметку делаю, что это народная молва, слухи. Сказать можно все, что угодно, а уж как было там на самом деле, я не знаю. Мы приехали сюда не за этим. Мы приехали сюда поговорить о жизни. Предлагаю вам сейчас налить по чашечке кофе и продолжить. Ведь дальше будет еще много чего интересного показать. В силу того, что воскресные выпуски идут с ноткой домашнего тепла и уюта, я зачастую даю комментарии и снимаю выпуски из дома. Делюсь с вами зарисовкой из своей жизни. Пишет мне человек, который обратил внимание на то, что я пью кофе вот из такой чашки с зайцем. Он говорит, Дмитрий, кофе любишь? Я рассказываю, каждый день утром я выпиваю две кружки. Вот утром я очень люблю кофе. И он мне говорит, мы занимаемся кофе и я хочу тебе сделать подгончик. Про японскую чайную церемонию слышали абсолютно все. А вот японцы пошли дальше и сделали кофейную церемонию. И я получаю вот такую пачку кофе напрямую из Японии. Кофе Монтара. 100% натуральный молотый кофе в дриппакетиках. Дриппакетики простыми словами фильтры. Они бывают с разными вкусами, но с акцентом. С лучших плантаций мира. И делают акцент, что это продуманный кофе с точки зрения его приготовления. За моей спиной стоит кофе-машина. И зачастую люди уже привыкли пользоваться кофе-машинами. А вот этот кофе по вкусу ничем не уступает кофе-машину. А где-то даже его и превосходит. Как он приготовляется, давайте я вам сейчас покажу, расскажу. И мы с вами вместе его попробуем. Начинается этот тонкий процесс приготовления. Вот он кофе. Фильтр одеваем. Верхушку мы отрываем. Всё. И сейчас та самая церемония. В силу того, что чай, как правило, пьют на прогонке. То же самое у нас происходит с кофе. Лить нужно потихонечку, друзья, сверху. Вот это мягкое, приятное, аппетитное журчание. Оно уже даёт нам возможность насладиться в первую очередь ароматом. Ароматом от приготовления кофе. Мне понравилось то, что кружка небольшая. То, что нужно как раз на одну чашечку кофе. Всё. Мы заполнили. Далее буквально 15-20 секунд. И, собственно, можно будет его снимать. И кофе готов. Можно будет наслаждаться вкусом. Ну, пахнет действительно приятно. Там был тестовый пакетик. Я его попробовал. И со всей уверенностью вам могу сказать, что вот сам по себе кофе по вкусу реально ничем не уступает машинке. Хотя машинка у меня, в принципе, хорошая. А уж если его сравнивать с тем кофе, с которым вы можете столкнуться где-нибудь. И уже там моделируете сами местами. Реально превосходит. Не кислит. Вот натуральный вкус кофе. Друзья, я оставлю ссылочку в описании. Смело переходите. Цена устроит всех. Покупайте пачку кофе. Покупайте кружку. Пройдите вот эту домашнюю церемонию. И после напишите ваш отзыв. Все те, кто кофеманы в путешествия, в дорожку, на работу. Кто любит действительно качественный хороший кофе и хочет, чтобы его кофебрейк прошел в удовольствие. Вот выход для вас. Монтара. Настоящий стопроцентный японский кофе. Пейте в удовольствие. А как долго вообще люди требовали, писали, желали, чтобы дом попал под программу переселения? Расскажи эту вообще историю. Ну тут я тонкости не знаю. Тут до нас занимались соседи на втором этаже. Потому что у них так как дом признали аварийным. И соответственно его с баланса управляющей компании сняли. Вот. И соответственно здесь, кто жил на втором этаже, у них тоже была проблема с крышей. Она подтекала. Вот. И люди знали, что назревает такая программа по переселению. Люди стали писать в администрацию. Они говорят, когда нас будут переселять. Или в каком году вообще начнется эта программа. И буквально в короткий период приехала комиссия. Осмотрели дом. Зашли в пару квартир. И все. И признали аварийным в 2011 году. Ну а дальше сколько? 10 лет получается? 10 лет, да. Потому что у нас эту программу, ее возобновили. Но очень коротко. Быстренько построили дома. Вот. И все. А потом по указу президента Владимира Путина, он как бы сказал, чтобы не реставрировать ветхое жилье, а просто сносить и людям предоставлять новое жилье. Вот. И ввиду этого закона у нас началось вообще быстрое строительство. Вот когда это строительство началось, какая вообще атмосфера начала цариться в городе среди твоих соседей? Обрадовались? Люди, конечно, да. Это, например, хорошо. Вот у меня, например, квартира с газом. А есть у некоторых почти то же самое. Вот так вот жили люди, грубо говоря. Все разваливалось. Дранка вся сыпалась. Газа нет. Туалета нет. Ничего нет. На улице. На улице. Здесь тоже, по сути, ничего не было. Это просто предыдущий хозяин сделал туалет, сделал душевую кабинку поставил, газ подвел. А то есть изначально сам по себе дом – это вот такой дом плюс электричество? Плюс электричество, да. И вода. Вот он туалет. Две кабинки. Это был один туалет на весь дом? Ну да, получается, да. А сколько здесь квартир? Шесть. И здесь таких домов восемь. По одной стороне четыре, по второй стороне четыре. Восемь домов. Я вам частенько говорю, что люблю показывать контрасты, затрагивать тему и смотреть на нее с разных сторон. Ну вот смотрите. Мы сейчас с вами находимся в престижном районе с точки зрения частного сектора. Буквально через дорогу 15 метров. Арсен открывает доску объявлений и, пожалуйста, на продаже есть там один из домов по цене 35 миллионов рублей. У кого по правой стороне больше половины улицы, есть выход на городское озеро. То есть летом ты раз, калиточку открыл, у тебя выход на озеро. Если у тебя есть там лодочка, катер, можешь покататься. Здесь большинство еще на посуде поднялось в 90-е. Потому что здесь многое в Москву возили. Потом здесь еще станция Вековка есть узловая. Туда люди возили посуду сдавали, продавали. Ну и зарабатывали деньги, как говорится. На посуде хорошо. Ну вот, пожалуйста, результат. Жгут дома. Это уже не первый случай в нашем городе, когда жгут дома. Когда уже после переселения? Да, конечно. Пустые дома их жгут. А зачем жгут? А это я уж не знаю, кто жгет. Ну, я думаю, наверное, приходят, кто выпивает, греются. Может быть, может быть, да, греются. И вот результат такой. Буквально что здесь? Вот сколько здесь? Метров 30, наверное. В частности, это какие дома стоят дорогие. У нас есть просто чат подслушный в Гусяхрустальном. И вот, например, люди проезжают вот так же вот на машинах. Раз остановятся, коротенькое видео и выкладывают в группе. И снизу подписывают комментарии. Почему вы, когда расселили людей, почему вы не ломаете? То есть не освобождаете территорию, не чистите. Для чего? Зачем вот это нужно, чтобы это все горело? Тем более, вот сейчас дома стоят дорогие. А не дай бог загорится, здесь будет пожар. Соответственно, у людей начнутся проблемы. Получается, ты вот с дороги раньше приезжал. Вот оно как было, так по сути-то и осталось, верно? Здесь, да, ничего не поменялось. То есть дождь прошел по осени, и ты просто ву-ву-ву на грязюке, да? И зимой тоже сами лопатки прошибали. А детская площадка ближайшая где? Вот она, за остановкой. Но есть, да? Да, вот за остановкой. Что с детьми, куда есть хотя бы? Да, конечно. Вот за остановку прошлись буквально 50 метров ездить. Дети, детские сады, школы с этим тоже. Вообще проблем нет. Вообще нет проблем. Таким образом, здесь мы с вами подводим первую черту. Вот в таких условиях жили люди. У кого деньги есть, подводили себе газ, канализацию, делали себе душевые кабинки. У кого денег нету, туалет во дворе, дрова во дворе. Нормально это условие для жизни или нет? Ваше мнение пишите в комментарии. Дальше я спрошу у людей, кто переехал. Довольны? Недовольны? Сейчас мы с вами будем перемещаться на новое место жительства людей. Что им построили? Как это выглядит? На что они жалуются? И за что они хвалят новое жилье? Сейчас будем разбираться. На ласточке, на нашей отечественной. Как тебе тачка-то вообще? Нормально. Вопросы к машине есть? Или к машине вопросов нет? Как танк. Как швейцарские часы работают? Как скинуть и на китайчика, на нового? Никогда в жизни. Как это? На черри? На джили? Джили хвалят. Никогда в жизни. Почему? Ну а цена на них дим какая сейчас? От двух и пошел. Ну а зачем она мне нужна? Зачем? Ну я не падок на то, что много кнопок. Я падок на то, что производится давно и уже как это себя зарекомендовало. Надежность. А там что? Много кнопочек и все. Замануха. Я лучше за эти деньги Тигуана в этом второго. Ну а вообще в целом ты вот работаешь с людьми, общаешься с друзьями, товарищами. Про китайцев что говорят? Кто как? Ну кто как. Ну у нас в основном пока еще пробеги маленькие у людей. Поэтому их вот только начали у нас покупать. Пробеги маленькие. Еще как говорится такого нет прям негатива. Что вот сыпется, с обчастями проблем. Такого как бы пока нет. Слушай, ну а если так вот даже помечтать из серии. В любом случае есть какая-то машина, которая тебе прям нравится. Который ты хотел бы. Ну не важно, новая, вторичка. Ну конечно нравится. Мне японский автопор мне нравится. Ну вот какая бы идеал? Ну если брать из седана, я бы Camry взял, Toyota. Какого кузырь? Ну хоть 55 куда же взял. А если паркетничек? Из паркетничка бы. Ну из кроссов. Я бы взял на Tiguan второго. Года наверное. Вот 18-го. Двухлитрового на полном приводе. На семерке DSG. Бензиновый. Вот ты отмечаешь то, что дороги раньше-то собственно вот такие по городу и были. Ну да. Яма на яме были, да. И прямо вот действительно как ты говоришь. Ну да. Ужасные дороги были. Ну может не такие. Ну чуть-чуть поменьше. Но ямы были ужасные. Сейчас. Можно сказать дороги. Да почти довели до идеала. Вот. Есть конечно, но очень мало. Центральные дороги в основном сейчас все стали хорошими. Вот да. Вот где-нибудь съедешь. Да. Остались еще вот такие вот разбитые дороги. Куда мы с тобой приехали? Что на твоем фоне? Мы с тобой приехали почти в центр города. По левую сторону это наше городское озеро. А вот по правую, так сказать, гордость города. Хрустальный завод. Почему город называется Грусть Хрустальный? Потому что в наше городское озеро впадает речка Гусь. А Хрустальный, потому что у нас стоит завод Хрустальный. И буквально закончилась недавно реконструкция. Вот по левую сторону здание КПРФ. Сколько человек здесь плюс-минус работает, не знаешь? Ну этот, он можно сказать сейчас заброшенный. Тут-то по-моему то ли два цеха всего лишь запустили. Он просто был заброшенный. Его из Москвы люди заинтересованные выкупили. Вот два цеха открыли. Вот два цеха Хрустального завода работает. То есть вообще был брошен, а сейчас хоть как? Он был заброшен. А вот по нему и видно. У него стекла выбитые. Здание уже старое такое. А то, что они выкупили, они запустили то же самое? Или что-то дало? Да, Хрусталь. Все делают всякие. И помимо там бокалов, стаканов делают всякие разные там. Много животных сделать. Все что угодно из стекла могут сделать. Слушай, ну хорошо же, правильно? То есть то было брошено, то люди пришли, денег там вложили. Конечно, конечно. И рабочие места дополнительно. Да, да. Вот побольше, конечно, таких бы, чтобы у нас завода... У нас много здесь заводов по городу вообще. Хрустальный завод, арматурный завод, бетонный завод, кирпичный завод. Вот это вот бетонный завод распался. Дежинский завод был вообще огроменный. Он в Союзе, по-моему, был в лидирующих позициях. Вот развалили его. Кирпичный завод тоже развалили. Бетонный завод развалили. Город сам по себе, он промышленный. Здесь очень много всего. Если все здесь запустить, здесь мест будет очень много рабочих. Какая плюс-минус зарплата вообще в среднем по городу, по заводу? Ну, вот у нас сейчас прибавили с 1 ноября. Ага. С 1 ноября была хорошая прибавка. Сколько? Ну, вот у меня... Я оператор стеклофавромышевых машин 5-го разряда. У меня сейчас зарплата стала 65. А была? Где-то 52-53, наверное, вот так вот прибавили. И на фоне у нас опытный стекольный завод. Почему опытный? Потому что раньше в советское время здесь проводились опыты над стеклом. А сегодня что вообще производит завод? Второе, сортовую посуду. Бокалы, тарелки, кружки, всякие блюдца, пепельницы. Ну, вот такая вот посуда. Кружки под чай, бокалы под пиво. Вот эти вот, как еще в советское время, вот жигулевское пили. Вот такое производим. Граненый стакан, кстати. Слушай, а сбыт идет чисто по России, по всей стране, правильно? Или за рубеж тоже куда уходит? Нет, за рубеж, наверное, сейчас уже с санкциями, конечно, сложновато. Вот раньше на Украину хорошо уходило посуду. Ага. Тут прям фуры стояли. А сейчас, ну так, сбыт, наверное, скорее всего. Вот. По стране. Людей много работает? Ну, где-то тысячи двести, наверное. Тут тысячи двести, да. Ну, в основном что, молодежь тоже в том числе идет на заводы? Или средний возраст, взрослые? Сейчас нет, сейчас нет. Молодежь не хочет? Ну, молодежь сейчас нынче просто ленивая. Все в телефонах, в компьютерах. А здесь, как говорится, надо работать физически. Потому что жарко. Ну, старт какой зарплата? Вот придет сюда человек и скажет, я хочу. Смотря какой должности. То есть, как я, ну, у нас получается как? У нас оператор подразделяется. Оператор третьего разряда, оператор четвертого разряда, оператор пятого разряда. Дальше уже идут наладчики. Если придет он устраиваться, то, соответственно, он будет оператором третьего разряда. Ну, заработная плата будет в районе, наверное, 50. Друзья, вот, посмотрите, парковка общая. Это все автомобили сотрудников. Поэтому вот вам, так сказать, вырезка. Или как правильно? Срез. Еще она пустая. Смотрите, да. Так, кто на чем ездит, какие машины выбирают люди. И Toyota есть, и Renault, и Lada довольно-таки много. И BMW стоит. Разные есть машины. Ну, прям дорогих, понятное дело, нет. Ну, руководство вообще нормально. Ты вот можешь им подать там здорово, поздорово, звук пожать. Да. То есть нет такого. Я начальник, а ты свободен. Я ее как бы знаю. Нормально с этим все. Так, поехала машина со стеклом? Как думаешь? Возможно. Пусть логистик, все. Возможно. Приезжаем время. Пошла фура. Арсен. Ну, с точки зрения вообще, вот за последние, давай возьмем там пять, не знаю, даже десять лет. Вот с 2011 года даже давай так возьмем. Ты живешь здесь. Развитие какое-то есть? Как вот больше? В сторону развития или в сторону упадка? Город развивается. Строится, развивается. Или быстро? Медленно, да. Медленно, да. Медленно, да. Медленно. Ну, город развивается, строится. Много магазинов открылось. Вот. Так же, ну, всякий вот. Детские площадки, их по сути раньше не было. Вот. Ну, так потихоньку развивается. Вот предприятия такие небольшие открываются тоже. Ну, большинство связано с посудой. Там бывают, рисуют на изделиях, деколь, там гравировка всякая лазерная. Бывают наклейки клеят. Вот таких у нас очень много. У меня в запасе еще есть вот такие вот живые зарисовочки. Ну, давайте перемещаться на место текущего жительства людей, куда их переселили. Вот очень часто вы пишите, в Москве строят человейники. 20-30 этажей. Да куда? Ну, почему бы не строить пятиэтажные дома? Вот, пожалуйста, давайте знакомиться и внимательно слушать. Мы перемещаемся к тебе во двор. Вот такие вот красивые домики визуально смотришь. По сравнению с тем, что было до и куда вас переселяют. Ну, красотища. Красиво, визуально красиво. Хочу тебе поставить такой вопрос, да, прям вот подробно задать его, чтобы ты подробно ответил. Вот скажут, жили вы в бараках, в старых домах, сыпались, разваливались, канализацию сам сделай, все сделай. Здесь у тебя канализация центральная раз, газ подведен два, вода горячая, холодная есть, все есть, живи не хочу. Чем вы здесь недоволен? Ты, подчеркиваю, выступаешь от этого дома как активист. Ты действительно много для него сделал. Да. В том числе и про мусорные баки мы поговорим, про камеры безопасности. Камеры, пожалуйста, вон раз. И вон на втором столбе два. То есть весь двор под наблюдением. Твоя работа? Да. Принимал активное участие? Да, я сам подписи собирал, в администрацию ездил. Рассказывай, Арсен, что не так с этим домом? С первым мы с чем столкнулись, когда получили ключи от этой квартиры, мы начали делать ремонт. Потому что здесь ремонт был так себе, обои были дешевые, бумажные. И в каких-то местах они уже отклеивались. Ну и в процессе начали делать ремонт. Получилось где-то в сентябре, наверное, ключи. Да, потихоньку начал делать ремонт. Конец сентября, как раз осень холодная была. И столкнулся с тем, что дома было холодно. Котел работал почти 70, а максимальная мощность у него 80. То есть температура на 80 выставляется. На улице было где-то плюс два, плюс три, а в квартире было всего 11 градусов тепла. Причина? Я ее не мог прогреть. Было холодно. Причина какая? Через соседа он как-то обратился к застройщику, тоже с какой-то, по-моему, с окнами. То ли не с окнами, то ли у него рамка не закрывалась. И дал мне его контакт. Я позвонил ему, он приехал, мы с ним встретились, пообщались. Я говорю, почему-то в квартире холодно. Он такой постепенно говорит, я как-то не знаю. Я говорю, ну вы чувствуете? У меня котел почти на всю работает. А еще морозов нет, на улице было всего плюс три. А в квартире 11 градусов тепла. Мы попали в подвал, у меня получается как? Плиты перекрытия и были между ними щели. Я видел свой чистовой пол через подвал. Правда, он мне его запенил, все. Теплее не стало, потому что в подвале тепло. Потом я как-то пообщался с братом и говорю, Коль, что нам делать? В квартире очень холодно. Единственный вариант – навешивать дополнительно радиаторы. Мы сюда 28 секций навесили на всю квартиру. Вот сейчас у меня стало тепло в квартире. А в зиму я уже столкнулся, в первую зиму я столкнулся, что у меня дуют окна. Очень сильно дуют окна, наледь, сосульки. Я начал писать в администрацию. Я начал созваниваться с застройщиком. Застройщик мне сразу сказал, надо обслуживать правильно окна. Даже обратился в нашу районную прокуратуру. Приехал прокурор. Приехали с представителя застройщика, со службы единого заказчика. Все службы приехали, посмотрели, зафиксировали все. Наледь есть. Все сфотографировали. Наступает лето. Приезжают ребята с Коврово. Ребята, я почему говорю, а почему вы с Коврово приехали? Потому что наши компании устанавливали здесь эти окна. Ковровская компания. Хорошо, они мне отрегулировали все окна. Все окна отрегулировали. Наступает зима, толку ноль. Так же продувает. Я опять обращаюсь в администрацию, застройщику. Опять все приезжают. Прокурор все фотографирует. Уезжают. Толку ноль. Наступает третья зима. Опять приходит лето. Приезжают ребята опять эти же с Коврово. Видимо администрация передает претензии застройщику, а застройщик вызывает ребят. Они приезжают. Уже в этот раз так же регулируют мне рамы. Уже смазывают и меняют все уплотнительные резинки. На раз, два, три, на четырех рамах. Приходит зима, то же самое. Короче, это год прошел, два прошел, три. Три зимы я прожил вот так вот. В итоге я плюнул, поменял окна сам за свои деньги. Заказал, купил новые. Да, потому что жить невозможно было. Сосульки висели, реально холодно. У меня же прям занавески вот так колыхались. Ну и сегодня, когда ты поменял окна, вопрос решен? Вопрос решен, а леди нет. То есть проблема была реально в окнах дешевые, видимо, какие-то неправильно поставили. В чем проблема? Я попросил ребят, которые устанавливали мне окна, уже свои. Они детально изучили рамы и проблема здесь в дешевых затворных механизмах. То есть получается, когда во время ты закрываешь ручку, окно начинает на перекос работать. Не плотно прилегает, а на перекос. Эту сторону, например, притянуло, а здесь и щель. Короче, регулирую, не регулирую. Очень полезно. Затворный механизм не работает должным образом просто. И все, раму не прижимает плотно. На доме есть технологические выступы. Рассказывай, что это такое, для чего это нужно. Это приточный воздух. То есть котел засасывает с улицы приточный воздух. И его подпитка, и он работает. То есть у вас у каждого стоит на кухне индивидуальное отопление? На двухконтурный котел, на горячую воду и на отопление. Дальше какие у нас проблемы еще мы столкнулись? Столкнулись с крышей. С кровлей? С кровлей, да. По пятому этажу у людей протекает крыша. То есть все, что в верхней квартире? Ну, не везде, но вот, например, вот пятый этаж здесь. Потом на пятом этаже у соседа тоже крыша подтекает. Так же у него плесень была, и мы делали ремонт. Елена, Лен, расскажи, пожалуйста, вот жили вы в двухэтажных этих домах. Угу. Переселяют вас сюда. Ну, визуально мы заезжаем, ну, бравое начало. Нет, мы не хотели сюда заезжать изначально. А почему? Ну, когда мы приехали, во-первых, увидали вот эти вот балконы, через которые надо перепрыгивать, чтобы выйти. Пятый этаж. У меня у мамы больные ноги. То есть мы ходили в администрацию, с ними разговаривали. На это ничего не повлияло. Нам сказали, что хотите. Мы говорим, ну, мы не будем туда заселяться. Но нас подала администрация в суд. Нас сюда заселили практически через суд. Нам пришлось пойти согласиться, взять эти ключи. Как только заехали, началось течь полностью туалет, ванна. То есть в туалете текла стена так, что доходило до четвертого. Там до четвертого почти до пола. Все было сырое. Переделали нам стояк. То есть он теперь не уходит в стену. И эта вонь остается вся в доме. Никуда не уходит. В комнатах, в комнате у меня в той. Ну, вот потолки мне сделали. То есть потому что у меня в той комнате рухнул потолок. Ребенок рядом сидел, чуть не накрыло его. Офигеть. Прям вот около дивана. То есть у меня где-то были фотки еще, но я чуть не помню, где они. Здесь вот сейчас опять же все начинает падать, сыпаться. Все висит. Вот оно уже. Оно все начинает уже падать. Вот эта вот штукатурка осыпалась как раз чуть рядом. Да, да. Он сидел у меня в комнате на диване и она упала прямо вот рядом с ним. То есть сидел бы с этой стороны дивана и как раз бы на него. Важный момент. Сейчас мы будем передвигаться по квартире и камера постоянно запотевает. Когда заходишь в квартиру с улицы, такое ощущение, как будто ты попал в теплицу. У них вообще ни у кого не работает вентиляция. Особенно сейчас, когда на улице становится холодно. Люди начинают готовить в квартире. Все, там мама дорогая. В общем сейчас во всех деталях постараюсь тему полностью со всех сторон раскрыть. С туалетом это вот вытяжка. Как вот она, стояк-то. Он же должен уходить в потолок. А мне его обрезали. Когда вот все текло, сказали, что вроде это от трубы, обрезали. И теперь у нас здесь просто вонь. Постоянная вонь. Этой канализацией. Жесть, а ванна как? Ну, ванна-то еще более-менее. А этой нету? Ну, здесь сейчас нету. Плесень у нас убрали. Плесень была, мне перекрашивали туалет. Все полностью было в плесени. Плесень была вот в этой комнате в углу. Но сейчас там тоже нет, как потолок сделали. Там нет сейчас ничего уже. А плесень везде была. И на балкон. Балкон весь в плесени. Пойдем покажем. На балконе. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. На балкон вот весь он в плесени у нас. Как они говорят, что типа этого неправильно сделали. Весь, весь в трещинах. Страшно на балкон выходить, как бы он не рухнул. Весь вот в трещинах. Вон они прям. Все, все, все. Прям по всей стене все идут. Все трещины. Слушайте, ну я так понял, что у вас еще проблема с вытяжкой, правильно? Вытяжка, вытяжка вообще не работает. Камеру протирает, так как с улицы с мороза заходишь и просто невозможно. Да. Вытяжка вообще не работает. Ее каждый раз приходят, проверяют, все нормально и уходят. Не работает. И все. Также вот газовщики, которые проверяют, ходят. У нас же дом на гарантии. Вот пришел газовщик, техобслуживание, которое мы платим. Посмотрела, говорит, а у вас неправильные трубы. Вам быстро их надо поменять. Не поменять, мы вам штраф дадим. А почему я должна менять? А почему я у меня дом на гарантии? Вы приняли этот дом с этими трубами? Почему я-то должна за свой счет опять делать? Мало того, что у меня батареи текли в ванной. Я за свой счет, вот эти вот мне сплавки все вот это делали, этих труб. И здесь вот я должна тоже за свой счет менять. А вот по какой причине их менять, не сказали? А такие трубы не должны быть. Должны быть другие какие-то. Силиконовые, желтые. Вот. Эти трубы не подходят. А как же вы принимали-то? Котел здесь весь тек, пока вот мы трубу не продлили. Здесь у меня стояли чеплышки, чтобы не взорвал, как вот тогда у соседок-то. Да, да, да. У нее вот взорвался котел. Котел взорвался? Да, ну что там? Капало здесь все туда. Вот. Идет забор холодного воздуха. И, соответственно, получается конденсат. Холодный с горячим. Здесь я зимой налить. Да. И все это капало внутрь. Капает, капает. Здесь электроника. То есть вода накапывает вовнутрь, где находится электроника. Все котел выходит из строя. Слушай, ну у вас здесь, я честно скажу, у вас здесь находиться очень тяжело, когда кто-то готовит. Тешеводов нету. Мы уже просто привыкли. Открывать окна надо постоянно. Ну, когда с ребенком гулять выхожу, мы открываем все везде. Потому что, ну, он у меня и так постоянно болеет. И плесень этой надышался здесь. И вот этот вот запах сперт. И вот сейчас пойду опять с ним гулять. А дома все, буду открывать, чтобы все выветрило. Друзья, спускаемся этажом ниже. Олесин. Олесь, привет. Здравствуйте. Слушай, у тебя получается однушка. Да. И ты мама четырех детей. Да. А до этого у нас было 68 квадратных метров в старом фонде. Угу. А дали вот 28. А почему так? Вам же, по идее, должны были двушку как минимум? Должны. Так и говорили, что дадим двушку. За полгода до получения сказали, что нет, вам дадим однушку. Причина? Потому что там какие-то документы утеряны на вторую квартиру. У нас было две квартиры. Рядом стояли. На вторую документы утеряны. Заходим в комнату. Ну, покажи. А здесь спальня что? Ну, вот они ремонт делали. Тут была одна плесень. Сейчас опять какая-то херня вылезла. Херня. Это они говорят, оттирайте сами. Здесь вот замазали, трещина была около плиты. И трещина, ну, такая хорошая. Здесь на углу у нас постоянно все сыро. Вот они что делали, а толку нету. Ничего. Короче, в силу того, что четверо плюс двое взрослых, вам пришлось одну комнату вот так вот разделить. Да. То есть здесь два ребенка. Балкон один под вещи. И вот так вот еще одна спальня. То есть диван, правильно? Рассказываются на вечер. Да, да, да. Должны были дать трехкомнатную или двухкомнатную квартиру. Ей говорят, не хватает документа. Но у них был пожар. У них сгорел барак. Был пожар. Документы, соответственно, все сгорели. А им это не докажешь. Они говорят, никаких документов не было. То есть во внимание, что вот дети, вот они. Да, да. И разнополые дети. Им на это без разницы. Ну, в общем, ничего не докажете. Вот вам однокомнатная квартира. Соответственно, вот у вас такая кухня небольшая. Да. И по другую сторону одна спальня большая. И дети все сейчас. Ну, кто-то спит, кто-то играет. Все, да. Слушай, что у вас из косяков? Соседи там рассказывают то, что у всех вентиляции вообще нет. У вас та же самая история. Она не работает у нас. Да. Потом у нас вот здесь вот. Вот он, видите, постоянно текет. Вот здесь вот. Здесь постоянно сыро сохнет, сыро сохнет. Потом, когда мы обратились, нам вот так вот его заремонтировали. Это ремонт? Да. Ага. Вот. Ну, то есть постоянно текет, постоянно вода капает. Вот здесь у меня. Вот даже сейчас. Вот вода. Вот. Не знаю, не видно. Ну, вот вода видит. Вот палас сырой. Вот. Плесень пошла же, да, тоже у вас? Да, плесень у нас. Вот. Ну, это текет, капает. Плесень у нас была в комнате. Сейчас вот ее после второго ремонта. Ну, пока нет. Ну, не знаю. Вот сейчас будет весна. Посмотрим. И вот в туалете тоже постоянно. Слушай, а что вам сказали-то по поводу того, что у вас без Вот он, видите, вот этот угол. Вот он. Ага. Вот. Это тоже после... Это третий ремонт уже. Ага. Вот. Она вот начинает уже лезть, ну, сверху. Ну, да. Вот пятнышки. Это третий ремонт. Ага. Слушай, а что вам сказали-то по предмету того, что вентиляция плохо работает? Что готовите, типа, много? Ну, да. У вас много детей четверо, что постоянно готовится, не справляется. Поэтому тут вся пятиэтажка за плесень. Еще какие-то претензии есть по отделке, по работам, по дому? Окна. Тоже продувает, да? Очень продувает. Вот как раз все щели. Поставить руку тут очень сильно дует. Вот. А когда сейчас мороз будет, вот здесь будут наледи. Будет все течь. Ну, больше всего. Вот, конечно, котел меня беспокоит. Ну, и плесень, естественно. Дома дети. Технология. Может, так правильно? Технологический люфт, нет? Да. Ого. Слушай, ты лучше не трожь. Я тебе серьезно говорю. Оно сейчас у тебя здесь все развалится, блин. Вот оттуда затекает вода. Потому что когда подвал заходишь, ты с тебе не подходишь, она вот. Ты с тебе подходишь, она вся сырая в подвале. Тоже все проваливается. У вас тоже дом стоит на оболочистой мероприятии? Вот тоже два. Дальше вот в трещинах тоже самое. Вот. Ну, фасад весь, короче, простыми словами откалывается, разваливается. Да. Вот. Покажи, Дим, тоже трещины. Вот. Раз трещина. Видишь? Все. Вот этой ступеньки не было. Вот эту ступеньку мы делали сами. Потому что, почему мы ее сделали? Вот здесь и в середине была вот такая дыра огромная. Прям провалился асфальт. Вот сюда с отцом положили вот эту ступеньку. Ее здесь не было. Слушай, ну, везде, короче, да, даже вон здесь она прям вся зелень тут поступает, вылазит. А зелень, потому что вот. Прям а шумов растет. Вода. Когда дождь идет. Идет дождь, течет вода. А возле выключателя налить зимой. То есть есть вероятность, что даже может ударить током. Со временем. Просто вода подойдет, ударит током. Там даже не то, что током ударит. Там скорее занячик укоротнет и сгорит. Вот то же самое. Вот то же самое. Здесь все провалилось. Залили бетоном. Вот даже опаловка еще осталась. Года два назад. И я просил. Вот здесь тоже были дырки. Вот они залиты. И вот насколько начинает все проседать. А здесь вообще дыра была. Здесь до... Получается как перекрыть идет. Бетонная с подвала. Прям до вот этого бетонного перекрытия. Все обвалилось туда внутрь. Вот здесь заливали все водой. Эй, эй. Вот этим бетоном. Все проваливается вниз. Да. И сейчас вот здесь еще тоже есть. Вот. Так. Ага. Ага. Тоже была дыра. Недавно заделали. Вот. Раз. Вот была недавно дыра вот здесь. Я прям снимал. Вот здесь. И вот здесь. Прямо свежий бетон. Видно по цвету. Вот этот старый. Ага. А это вот свежий. Его тоже все замазывали. А хотя вот у меня есть видео. Где здесь вот то же самое было как в том доме. Все в дырках. Нет. Просто здесь знаешь даже интересно то что все это замазывают. Насколько это решает то вопрос. Здесь у меня сосед замазывал. Вот давайте такой вопрос. Что на ваш взгляд и по вашему пожеланию должен устранить застройщик который вам строил этот дом. Для того чтобы вы ну как минимум вот вы ваши семьи сказали все мы довольны у нас претензий нет. Вот можете перечислить и по пальцам прям зажать. Ну во первых канализацию. Раз. Вот. Вытяжки все потому что сами понимаете дышать невозможно. Два. Фундамент у нас все шатается. Тричины идут по дому. То есть у нас пятый этаж мы рухнем громче всех. Угу. Вот. Страшно как бы у меня ребенок здесь. Да. И потолки хотя бы везде. У нас и в подъездах ведь падают. Вот такие вот оковалки падают. Ну это ж вообще. Верхние этажи. Вот. Вот. Печаль. Вот так вот у людей в квартирах падают. Толки. А. Сыпается. Вот так вот. Да. Ну как бы ну здесь много недоделок. Очень много. У многих даже щели в полу в подвал вот есть. А соседние дома у всех похожие проблемы? Все жалуются? Ну вот у меня в соседнем доме подруга. Да. Вот у нее балконная дверь не закрывается. То есть у нее вот такая щель снизу. Угу. Она вообще не закрывается у нее. Она там полотенцами как-то завязывает что-то. Что-то. А потолки у них тоже натяжные. Ну как окна если открыть, потолки прям присасывает к этому. Ну к потолку своему. Ну там тоже много всего. Ну как бы они вот только заехали. Они там что-то пытаются как-то изменить. Ну не знаю. Как получается вот мы въезжаем это как район типа новостроек. Правильно? Да. Да. Такой как микрорайон. Микрорайончик такой. Объект строительного. И все вот эти дома. Строительного квартирного дома. Да. И все эти дома у нас с индивидуальным отоплением. Один и тот же застройщик. Дома новые. Ну вот в первую очередь пошла плесень. Вот с этой плесенью когда столкнешься. Когда она будет проявляться внутри квартиры. Замучаешься избавляться. Ну кто строитель прокомментируйте сами технологию строительства. Норм так делать. Допустимо это в рамках нормы. Или же нет. Значит. Обратите внимание. Что ты хотел сказать. Здесь такая же проблема как у меня. Вот видишь бетон. Здесь была дыра. Туда уходит вода. Не вода уходит. Здесь вот эта местность болотистая. Ага. Болотистая местность. И просто провалился асфальт. И все. Под отмостку. В том числе друзья. Туда еще вода уходит. Вода уходит. А вода для дома это страшно. Поэтому. А еще вишень. Низина. Дом в низине. Получается. Вот они щели. Вот они. Вот они дыры. Вот пожалуйста. Вот. Лезет. Вот пожалуйста. Вот. Рука. Офигеть блин. Рука. Вот. Вот. Все. Вот оно. Все сыпется. Вот. И смотри тоже плесень. Прям аж мух. Плесень пожалуйста. Вот плесень. Новый дом. Вот. Сколько ты говоришь ему лет? Вот. Два года да тоже? Лайфхак. Хоп. И улетела. Да. Два года да? Да. Ну вот у меня. Вот такой плесень на стенах нету. У меня вот так же все отслаивается. Но вот такой плесень нету. Слушай. Ну ты вот живешь по соседству. Ты с людьми общаешься. Что говорят вообще сами жильцы? Пофигу? Живем нормально или жалуются? Ну. Кто-то жалуется. Кого-то и так устранят. Ну а как-то бороться пытаются? Сами например что-то пытаются устранять или? Ну делают ремонт. Делают ремонт. Делают ремонт. То есть здесь квартиры уже идут социальным ремонтом от застройщика. Делают ремонт. А так у всех одна и та же проблема. Плесень. Неработающая вентиляция. Окна дуют. Что за люди вот просто везде. Куда они приедешь. Вот везде есть какие-то свиньи с точки зрения того, что ну вот они. Баки стоят. Они пустые. Соответственно их собирают и вывозят. Ну вот швырнуть рядом. Ладно там еще какой-то пакет можно свалить на то, что ветром там сдуло. Ну бутылки такие тяжелые вещи. Ну вот. Накидывают. Еще бы хорошо себя все это летом накидать с продуктами, чтобы это все начало вонять. Завелись крысы. А крысы как раз таки с удовольствием на ночевку пойдут ночевать куда? Вон в те самые щели, которые Арсен и показывал под дом. Там еще и влажность и водичка. Крысы, тараканы, хлопы и вот это все. Пошла-поехала вся эта история. Девушка довольна домом? Хороший? Ну все нравится, не жалуйтесь. Тараканы бегают. Кто бегает? Тараканы только бегают. А плесени нету? А? Плесени. Нет, плесени нету. А с окнами, с окном дует? Да. А тараканы бегают один-два или прям много уже? Ужас. Здесь и ужас. Ужас много, да прям? Почему? А этих крыс летом пока еще не видели? Ну по пятибалльной шкале какую оценку поставить? Где-то минус четыре. В целом вот эта программа переселения, я к чему хочу свести-то? Что идея-то бравая. Ну да. Людей из старого фонда в новый фонд. Ну это хорошо. И денег дали. Но построили кое-как. А администрация нам сказала, а что вы хотите? Скажите спасибо. Это муниципальное жилье. Это муниципальное. Бог с ним. Пожалуйста. Спасибо скажем. Сказали, да. Вопрос-то. Вы же делали. Можно же все сделать то же самое. Вы же не просите там золотой унитаз, дорогую дверь, дорогое окно. Так мы и говорили, нам не нужно новое жилье или что-то. Работало. Исправьте хотя бы то, что вы не доделали. Много недоделок. Вот эти вот косяки все. Они непонятно какие. Мне еще где-то подделывали, а здесь все отваливалось. Просто отваливалось. Оно и сейчас вот идешь, заденешь, и оно вон, все отваливается. Это здесь в комнатах, а в туалете вообще вот там невозможные они. Все это надо менять. Все менять. Но мы тоже не можем сразу. Кухню только новую тоже заказали. Потому что все же кухонки маленькие. Этот котел. Все это надо вырезать. Все это надо придумать как бы. Я конечно понимаю, что это уже наша проблема там, а не их. Но все равно здесь. Мы дверь поменяли. Потому что та дверь была. Я сверху вот так пальцы просовывала на улицу. Также вот эта стена пока потолки не натянули. Сверху была щель. То есть в той комнате свет горит, в этой нет. И прямо вот видно. Вот так она светится. По этой стене. Да, по этой стене. Ну сейчас так как потолки натянули. Здесь вот у нее не видно как она. Он же опустился немножко потолок. И щель осталась там внутри. Что с соседями слышимость. Вот у них кровать вот так же стоит как моя. То есть вот. Вот что они лежат на кровати, что здесь. Потому что таз остается посуточно. Представляете, да? Кто там ходит посуточно. Весело вам? Очень весело. Особенно когда у меня ребенок и говорит. Мама, там что тетю убивает? Я говорю, ну наверное. Ну а что я еще могу ему сказать? И смешно, и не смешно. Ну да, да. Вот так вот. Вот такие стены. У нас здесь вот разговариваем. Такое ощущение, что мы на одной кровати сидим. Ну я слышу сейчас, да. Сейчас кто-то говорит. Да. Ты наверное даже этажом ниже кто-то получается говорит? А здесь слышно. И снизу, в общем до третьего этажа все слышно. Особенно если в туалете, там машина, наверное, до второго. Охренеть. Вообще все слышно. То есть если я сейчас крикну кому-нибудь, как дела, то мне могут ответить? Да, да. Все слышно. А вы знаете, кто ниже живет? Внизу живет сосед. Он со мной вот жил в том же доме. Ну вы не переговариваетесь? Типа Саня. Ну через туалет нет. Давай-ка потише, блин. Нет, он женился, а мы как бы с женой не ладим маленечко с его. Понятно. Слушайте, вот когда вы жили на предыдущем месте, старый дом там по сто лет, говорят, там были? Ну да, старый дом был. Ну и что, хотите сказать то, что он лучше даже был по состоянию, чем вот это вот? Ну у нас единственное, что была сломана печка. То есть там печное было отопление, там не было газа у нас в доме. У вас конкретно была печка? Потому что некоторые уже потом уже газ себе делали? Нам нельзя было в дом проводить газ в то время, потому что нас напротив садик не давали. А потом, когда уже дали разрешение, это стоит огромных денег, как бы у нас таких денег нет, чтобы проводить. Ну и дом как бы уже старый был. И как вы тогда жили зимой? Печки, обогреватели. Ну вот печка потом сломалась с обогревателями. Электрическими? Да, электрические обогреватели, электрическую плиту мы покупали туда. Ну холодно было зимой? Или спасало? Ну вот с обогревателем нормально, в принципе, да. Щели там заделали, все как бы, ну старый дом в любом случае щели уже есть. Все пропенили, заделали, все было нормально. У нас были там хорошие окна, мы ставили, как бы, ну все, подъезд у нас был тоже хороший. Посмотрим в других домах подъезда еще хуже, чем у нас был. Там вообще все сыпется. У нас ничего не сыпалось. Все было нормально, жили. Вот я говорю, единственная проблема была печка, но мы ходили также по инстанциям, чтобы нам, когда еще не признавали аварийным, потому что она у нас давно была сломана. И нам сказали, печник пришел, посмотрел, он сказал, я даже не возьмусь, потому что рухнет все. Ну, это вот из-за печки, то, что вот она была уже плохая. От себя лично делать какого рода выводы я не буду. Мы показываем, что вот люди, собственно, сами-то и показывают, куда пальцем тыкают, а вы уже думаете, анализируете. Но хочу заострить внимание, что построили некачественно, так и люди тоже с вопросом, с большим вопросом. Но сейчас давайте зайдем в подъезд и так вот немножко посмотрим по сторонам. Обратим внимание на детали. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии US. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к US как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный. 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у US самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста US по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье! Друзья, ну что, зацените, пятиэтажный дом. Мы входим в подъезд. Подъезд у вас уже тоже, да, смотри, шарпанный? Жильцы вот, плюют все. Что жильцы? Ну вот, оплеваны стены. Сами жильцы, что ли? Ну, а что, ну, видишь, это же все плевки. Слушай, а ты не спрашивал вообще, кто это? Ты же, по идее, всех знаешь, нахера они это делают? Вот такие соседи? Ага. Гости приходят вот такие вот, портят. Да, друзья, ну вот тоже, да, для объективности, блин. И дом некачественный, и сами люди некоторые приходят. Да, пакостничают. Хлеб оставили, ну, явно выпивали, наверное. Да. Закуска. Встречается такое, что ты шел, кто-нибудь в подвезде пил стоял? Да, было пару раз. Вот, это раз. И вот таких вот трещин здесь огромное количество. Слушай, а ты вот еще рассказывал картину, что когда людей перевозили. Ага. Даже мы здесь можем увидеть, например, вещи привозят старые, да? Бросают. Ага. И заехали клопы у тебя в этот подъезд как разоехали? Да, да, да. Расскажем, что там было, ты говоришь, какой-то газель подъезжает? Да, газель подъезжает, выгружают старые, ну, старые вещи там, диваны, матрасы, все. И водитель газели, прям швабры, их вымел все этих. Сказали, вот соседи, ваше новое жилье. Заезжайте. Да, заезжайте. Мусор вытащили, поставили в подъезд, пусть стоит, воняет. Ага. Вот еще смотри, как классный. Да, это кто-то курил у тебя здесь, положил акуру. Нет, здесь просто тряпку зажгли, она горела. Сосед вызвал, тушил. Просто тряпку зажгли? Да, просто так. Ну, это что, это соседи такие, которые тут играют? Да. Это же спалить вас всех можно, нахрен. Вот такие вот. Ты сам, что скажешь, реально прям много пьют или это? Много, много. Много пьют, да. И молодежь. И молодежь. И средний возраст. 40 плюс. Много, много пьющих, да, много. То есть встретить на улице спящих, валяющихся запросто? Можно. Ну, не так, ну, не часто, но можно встретить. Не часто. Особенно вот, вот, переселенцы вот сейчас переселяют людей. Бывают немножко еще у нас помимо города, еще бывает с загородом тоже переселяют в города. Вот. То есть, например, ну вот с райончика какой-нибудь там там от города там 5-10 километров переселяют. И, соответственно, вот таких алкаши тоже очень много. Смешиваемся с ними и, соответственно, алкаши. И вот, конечно, та же самая картина, что, например, вы переехали условно, к примеру, в новый дом. Да, там вот непьющая семья, например. А надо мной могут жить, например, алкаши. Ну, и что, как бы замечания, когда делают люди, никто никак не реагирует, понятно, да? Ну, а как вот, ну, что-то алкашу скажешь. Пошеркнуть на три буквы пьяные и все, и дальше пойдет. Чего он сказал? Камеру повесил же, перестали? Не, не считал, да. О, откос на пятом этаже. Трещина пошла какая. Слушай, ну, а кто, интересно, покупает-то, зная, что дом проблемный, ты, как бы, ты же не будешь покупать квартиру, знаешь, приехал такой. Покупать из-за чего? Из-за того, что коммунальные платежи низкие. У кого есть бабки, он вот себе, пожалуйста, раз. Сделал красиво, застеклил. Ну, красиво, реально красиво. А у кого нет, ну... Красиво и теплее. Да. И плюс шумка вот совсем другая уже. Да. Такой шум не проникает. Как так-то? Пятиэтажка, тем более ты наблюдательный. Когда все строилось, ты ездил, смотрел, как это строилось. По городу ты проезжаешь, видишь, как все строится. Скелет был полупрозрачный, да? Да, да, да. Тем более я знал, что у нас сюда переселят. Поэтому я сюда приезжал уже в последнее время довольно частенько. Ну, и что тебе про раб-то ответил по поводу качества? Ничего. Промолчал, и все. Елена, вот последний вопрос вам. Если мы сейчас проведем такую линию сравнения, вот то состояние квартиры и дома, в котором оно есть сейчас, что бы вы все-таки выбрали, вот так вот, если без эмоций сказать, остаться здесь или же была бы возможность вернуться туда, откуда вы приехали? Я бы вернулась. Вернулись. Да. Если вам исправят все те косяки, которые вы озвучили выше, то вы будете считать себя счастливым человеком с точки зрения жизни в этой квартире. Что нет тех проблем, которые вы озвучили. Не знаю. Доделали, доработали. Ну, не знаю, вот когда доработают, тогда уже решать будем. Но я сомневаюсь, что здесь кто-то что-то доработает. Это еще не конец, но вот здесь нам нужно подвести черту по этому блоку. Как вам? Вот напишите ваше мнение развернуто в комментариях. Особенно все те, кто занимаются строительством. Ну, смотрите. Денег дали. Дом стоит. Вот почему застройщик не мог построить дом, который не будет разваливаться и проваливаться. Где он не будет весь кривой и косой. Пусть те же самые. Я вот даже допускаю. Ну, это лично мое мнение. Вы пишите ваше мнение в комментариях. Построить дом также с тоненькими, межкомнатными этими перегородками. Но чтобы не было везде щелей. Потому что проблема основная какая? Ну, одна из основных проблем. Его полностью продувает и в нем холодно. А у людей далеко не у всех есть деньги для того, чтобы поменять окна. Опять же вопрос. А с чего вдруг человек должен делать это за свою щетку, а дом находится на гарантии? Это новый дом и окна должны быть исправны. Люди приезжают, окна устанавливают. Да, они там могут регулировать до бесконечности. Если дом покосило, он там дает усадку. Как рассказывал прораб Арсену. Установка окон. Откоса как сделано. Щели какие-то, да? Да. Качество. И вот, на четвертом. Видишь, пена как торчит. Ну, да. Качество установки окон. Далее. Вот как правильно даже поставить-то вопрос. Люди везде вроде как одни и те же. Но даже здесь вот живой пример, когда на первом этаже живет непьющая семья. На втором этаже живут алкаши. На третьем этаже живут наркоманы. На четвертом этаже живет непьющая семья. И все они вперемешку. Вот получается такой балаган. Кто-то даже не понимает, что он приходит, плюет, засирает. Дети вон разрисовывают дом. Они не понимают, что это не совсем правильно. Людей жить, учить надо. Просто жить в обществе. Жить с соседями. Чтобы они умели между собой взаимодействовать. И вот здесь напрашивается то самое разделение. Вот стоит пять домов. В один дом по-хорошему надо поначалу переселять тех людей, кто работает исправно, не пьет, на хорошем счету. Вот их в один дом, пожалуйста. Во второй дом уже то норм, то не норм. А в третий дом это все те, кто на контроле у участкового, в наркологичке. Всех тех, про кого знает город. Я почему должен умалчивать это? Мы пока снимали, там люди ходят. Знаете, есть такой человек, популярный стал в интернете, Олег Монгол. Там такое ощущение, как будто там вот его собратья. Очень много было людей, просто морды вот такие опухшие, видно, дерутся. И идут просто, знаете, хотел бутылочку воды взять продемонстрировать. Как вот бывает в жаркий летний день они ходят с бутылкой водки. То есть прям утром я подъезжаю, вот они пошли за добавкой, вот они пошли за лекарством. Ну вот этим лекарством. И вот они вокруг, и вот Арсен правильно сказал. И все мы перемешиваемся, и все мы вместе живем. И вот как этим людям там кому-то угодить? Вон, мусор ставят в подъезд, не понимая о том, что ну все, тараканы будут. Они будут не только у тебя с такими щелями в квартирах, они будут у всех. Клопы будут у всех. И таким образом это дом 2020 года. Десять лет. Десять лет и вот надо ехать, снимать, показывать. До чего в том числе доведут дом сами жильцы. Вопрос к застройщику и прорабу в частности. Очень хотелось бы задать спросить, ну вот просто даже вот вы напишите, почему так делают. Ну почему, неужели вот у многих иллюзии есть, что не обязательно строить дорого. Можно в определенный бюджет построить какой-нибудь там цена-качество соотношение. Такой экономчик. Экономчик. Социальное жилье вот им преподносится вот так. Но почему-то не получается. Значит смотрите, давайте финально здесь скажет Арсен, а дальше прокатимся еще по городу и немножко еще посмотрим по сторонам. Арсен, вот берем тебя как активиста из старшего по дому. Вот от лица всех жителей этого дома, соседних, потому что проблемы у вас у всех схожие. Да. Какие пожелания, какие просьбы, что вы хотите? Ну просьба одна, чтобы, как говорится, устранили все дефекты в доме, вот какие вот они есть, чтоб работала вентиляция. Вот ты сейчас сам заходил, кислорода в квартирах вообще нет никаких, много маленьких детей, дышать просто нечем. Просто чтоб нам устранили, привели в дом в должную область, все. Вот мы бьемся, вот там третий год. Куда только не обращались, у кого только помощи не просили, все без результата. Вот осталось только теперь уже, чтобы твой ролик, как говорится, посмотрел твоя аудитория и, как говорится, Вы же такие влиятельные люди нам помогли решить вот эту проблему. Все. Мы не просим нового жилья, мы не просим денег. Просим единственное, чтобы нам устранили все эти вот просчеты, так скажем, от застройщиков. Все. В общем, мы ничего не просим. И, кстати, час уже прошел, а я вам что-то так и не сказал. В описании и в первом закрепленном комментарии оставлю активную ссылку на телеграм-канал. Приглашаю подписаться всех, кому как минимум нравятся подобные сюжеты. Я, когда куда-то уезжаю, делаю анонсы, провожу там различные опросы, делюсь жизненными наблюдениями, выкладываю подборки с машинами. Там есть тоже контентик, материальчик. Посмотреть, пожалуйста. Не понравится, отписаться вы всегда успеете. И еще, все те, кто хотят купить, продать квартиру в Москве и Московской области, если у вас стоит этот вопрос и вам нужна профессиональная помощь человека, который вам поможет провести всю сделку от и до, чтобы вас нигде не обманули, чтобы не получилось так, что со временем, ой, а ну-ка давай обратно квартиру, а где твои деньги никто не знает и прочее, 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 пожалуйста. На экране есть мой телефон, обращайтесь. Я выделяю вам этого одного, но проверенного, грамотного специалиста, который сможет вам всю сделку провести. Работаем по договору, все максимально прозрачно. Как говорится, комар носа не поточит. Нужно? Обращайтесь. Не нужно? Не обращайтесь. Ну что, поехали, прокатимся по городу. В каждом городе есть самый богатый дом. И он на ваших экранах. Дом из гусь хрустального. Дом, который прозвали Титаником. Да. Почему Титаником? Не знаю. Так прозвали. Слушай, с точки зрения вот инфраструктуры потребительской, магазины, все есть? С этим проблем нету. Почти на каждом шагу. Ни на что не пожаловался. Мясо, продукты и прочее, прочее. Ну вот пожалуйста, вот все, все есть. Аптеки, аптеки, магазины, пятерочки, интернет от магазина, Озона. Вон магнит. С этим проблем нету. Досуговые места, кафе, ресторанчик, бар. Куда сходить тоже есть? Особо нет. Особо нет. Таких чем-то развлекательных нету. Молодежь куда учиться идет после школы? Владимир, Москва. Владимир, Москва. То есть в самом гусь хрустальном? Колледжа, института? Есть, есть, есть. Тоже есть? Колледж? Есть. Я сам учился. А институт? Нет. Институтов нет. Я сам закончил колледж, я выучился на технолога. Технолог по стеклу. Вот посмотрите, друзья, на нашем фоне. Ну вот такая вот детская площадка. Отмечу, что в городе уже есть площадки, которые хорошие. Правильно? То есть современные сделали. Ну относительно, не совсем современные, но относительно. Лучше, чем вот то, что с твоей спиной. Ну это более как советский, советских времен стиль такой. А вон та коробка деревянная, это раньше это полкоток был? Да. Скорее всего, да. Короче, прям по-живому открыли, посмотреть объявления. В общем, в округе дома от 2,5 до 5 миллионов рублей за квартиры. Да, там 3,7, 2,6. Короче, по-разному. Но ценник плюс-минус вот такой. Ну вот такая атмосферка. То есть, мне кажется, это вот прям вот то, что есть в каждом городе, когда ты уезжаешь. Вот 100-150 км от Москвы, пожалуйста. Картина везде одинаковая. Пенсионеров очень много, автомобили. Сразу понятно, что, как. Частник, короче, привез вам молоко, да, я смотрю? Да, да, скорее всего, да. И здесь тоже собаки загорают. Это люди что, вещи, смотрю, продают? Ну, вещи, фрукты. Такой небольшой рыночек. Стихийный рынок, так называемый, да? Картошка. Не, ну живенько, смотри, народ есть, все. Ходят вон с магазина, все с сумками, с продуктами. Труд лавочек. Мы тоже недавно построили этот поле чудес. Этот район называется поле чудес. Ну, как обычно, друзья, на каждом углу будет всякий пивас для вас. Магазин такого пива, сякого. То есть, с точки зрения разливнухи, это прям вообще. Ну, пивзавод в городе есть, мальцов называется. Пивзавод есть, хороший пив. Народ хвалит? Я не пью. Ты не пьешь. Молодец, красава. Я не пью, не курю. Молодец. Поэтому я не знаю. Ну, кто как, кому нравится, кому нет. Я не пробовал. По городу вот таких домов много было? Очень много. В каждом районе, в каждом районе. А много осталось еще? Много. Ну, вот те люди, которые живут в них, а вас уже переселили, что вообще говорят? Жду в свою очередь. Жду в свою очередь. Когда настрою дома, и жду в свою очередь. Вот прям. Коллега мой. Желаю, да, переехать? Да, конечно. Ну, просто кто-то желает, кто-то нет. Просто тоже про наш дом. Город маленький, в принципе, все знают. И большинство людей, у кого такие дома, но, как говорится, с хорошим ремонтом, жила не пропала. Переять вот в такие дома. В новые? Да, конечно. Потому что вот проблемы... Ну, качество, можно сказать, худшее. А, правильно. Слушай, а то, что мы едем, это как раз... Вот еще стоит дом расселенный. Он уже стоит лет 15, наверное. И сейчас будет интересный момент. Вот мы проезжаем этот дом, он расселенный. Раз дом, второй дом. Поворачиваешь камеру направо, музей Хрусталя стоит. Ага, то есть такое интересное, знаковое место живешь. Ага, музей Хрусталя. Музей Хрусталя. Интересный момент. А вот... Вот еще здание. Это наша городская администрация. Ага. Вот они стоят. Это памятники архитектуры. Двухэтажные дома, да. Мальцевские дома. Вот они. Раз, два... Мальцев кто такой? Мальцев это основатель Хрустального завода. Хрустального завода. Вот они все. Вот это все строение Мальцевские. Это памятники архитектуры. Они с носу не подлежат. Слушай, ну красивые. Из кирпича сделаны. Так добро. У них толщина стен в районе, по-моему, то ли метра, то ли 95 сантиметров. Угу. И нам с вами еще повезло, что в день съемки была морозная и ясная погода. Когда едешь по городу, вот эти дома, которые подлежат сносу, но их еще не снесли, они стоят. Вот эта бесконечная пыль, характерная для всех городов вот по регионам, по областям. Я частенько это встречаю. Вот на разделителе слой пыли. Машина быстро проехала, вся эта пыль поднялась, люди идут. Вызывает одно слово. Уныние. Депрессивность. Надо смотреть с позитивом в будущее, надо жить с позитивом. Это правильно. Но вот когда вокруг тебя вот эти факторы, ну вот, пожалуйста. Бороться с людьми, вот там говорят, вот надо с алкоголизмом бороться. Ну попробуй алкашу из подобных мест объяснить, что тебе пить больше не нужно, тебе нужно заниматься спортом, менять свою жизнь. Ну это смешно. Тем более те, кто уже дошел до стадии алкоголизма, лечить надо. Там уже сознание, как мне кажется, я конечно не врач, ну не поменяешь. Только лечение. Неплохое, да? Тоже новый, не такой сильно старый. Может ему лет 15. Прям по симпатии ищи мне кажется даже. Вот с белого кирпича они прям как так попрезентабельнее смотрятся. Да. Лет 15, думаю, он не такой старый. Классно вообще. Гелик вон что это бандитский стоит. Ну так скажу, город живой, смотри, прям вежуха такая. Ну и сегодня суббота еще опять же и время так сколько, 10 утра? 10.34. Да. Передвигаемся и Арсен экскурсию сделал. По городу. Сразу все понятно. Ну колья хорошая. Старый асфальт. Да, да, да. Вот сейчас после пешехода он намного будет асфальт. Ты женат, сын есть, жена работает тоже у тебя на заводе? Да. А она чем занимается там? Укладчик-упаковщик. Сколько у нее за оплаты? 42 тысячи. Ну смотри, 42 у нее, 62 у тебя. 65 у меня. Ну 105-107 тысяч в месяц. Ну да, да, да. Сколько уходит у тебя денег за квартиру, коммуналка? Ну вот сейчас зимний период, ну где-то около пяти тысяч, наверное. Машину заправить, продукты, вот такие необходимые нужды. Не считал примерно? Сколько вообще денег уходит в месяц? Ну, тысяч 30, наверное, где-то. 70 остается? Ну да. Дальше это, наверное, на ребенка еще как-то? Ну, на ребенка еще. Домик у нас старенький есть. Его маленечко сейчас латаем. Типа дача? Ну, не дача, в черте города дом. Его сейчас маленечко начали ремонтировать. Ну, какие деньги вообще получается откладывать? Или в целом от зарплаты до зарплаты? Сейчас пока нет. От зарплаты до зарплаты? Ну да, пока да. Потому что домик начали строить. Ну, ремонтировать там старенький домик, получается. Крышу сделали ему. Газовое оборудование, кстати, обновили полностью. Новое все поставили. Слушай, ну газовое оборудование, блин, денег-то вообще нормальных стоит? Нет, газ в доме был. Мы просто котел поменяли. Котел, котел. Это ж на хрен собаки что-то купить-то, блин. Дорого. Ну и как кредиты берешь? Немножко. Справляешься? Пока да, пока да, пока справляемся. В целом люди спросят, как вот вообще в целом настрой? Позитивный, негативный по жизни? С учетом зарплаты, с учетом быта? Позитивный? А чему, как говорится, если есть желание, то сможешь заработать. Если нет желания, ты не заработаешь денег. Как говорится, все. Не надо унывать, надо быть позитивным. Реалистом надо быть реалистом. Жить в реальном времени. То есть, если хочешь жить, иди работай. Все, и заработаешь денег. Я даже бывало встречал такую фразу, люди, живущие в Москве, говорят, что в Москве нет работы. Как это так? Жалуются. Да, нет. В Москве работают, не могу строиться на работу. Как? В Москве из воздуха делают деньги. Из воздуха. Это здесь такого нет. А там вот такие, та же самая Яндекс доставки. Вот это все. Купи велосипед, все, уже можешь курьером зарабатывать. Ну, хотят, хотят это, чтобы директором. Директором, да. На диване лежать, уже денежку текал. Само собой. Это только во сне. Нет. Если вообще о жизни поговорить, с точки зрения жизни в этом городе, не появилось у тебя вообще мысли, ты знаешь, так вот, ну, ты-то молодой еще. Жена, ребенок, что там, пять лет, тебе нахрен ему надо, он скинул все. В Москву. В вещи встал. В Москву, в Питер, в Сочи, куда угодно. Страна большая. Какое-нибудь другое место, где получше. Да уж, наверное, привык я уж к этому, говорю, Дейрид. Родители, что, пенсионеры. И что ты делаешь? Свободное время? Ну да. У меня всего один день выходной, можно сказать. Вот сейчас у меня цепной, я бы сейчас проспал. Угу. Там вечер. Туда-сюда спать. А день, что, дела какие-то. По дому, да? По дому. По дому, там, в магазин съездить, на рынок съездить, там, вот такое вот. Побыть, там, где-то дома что-то поделать. Все, и, можно сказать, день пролетел, а на следующий день на работу. Можно сказать, один день полноценный. Все, я, знаете, один рабочий за один выходной должен успеть все дела сделать. А их за неделю, бывает, накапливаются. И порой даже, бывает, дня не хватает, чтобы решить все дела. Арсен, если помечтать и сделать такие планы, знаешь, на будущее, что для тебя идеальное жилье? Потому что вот первостепенно все-таки для человека, для семьи. Собственный дом. Пусть он небольшой, но собственный дом. Вот в черте города, да? Да, конечно, собственный дом, пусть небольшой. Сколько квадратиков бы тебе хватило на семью? Да мне квадратов 80-85 вот так бы хватило, больше мне не надо. А по земле по соточкам сколько? Соток шесть, вот шесть-семь хватит, больше не надо. Короче, шесть-семь соток и... Ну да, ну небольшой огородик. Там под зелень, так сказать, помидоры, огурчики. Ну, с картошкой возиться, пошел купил. А с зеленью особо такой проблемы нету. Парничок все высадил, где-то что-то так. Ну и еще там гараж на территории, чтобы машину можно было загнать. Ну и так вот зону можно было бы сделать для барбекю, для шашлыка, беседочку летнюю. Все, и вполне достаточно. Больше-то и не надо. Вот давай в завершение нашего выпуска такой вот вопрос поставлю. Сейчас кто-то посмотрит. Люди же разные бывают. Да, конечно. Сейчас скажут, ой, какие вы вот, все вот вам не угодишь. Было плохо, дали новое, опять плохо. Еще хуже, так скажем, да. Еще хуже, и ноете, и ноете, и ноете, и ноете. Вот дай как-то обратную связь с точки зрения понимания того, что золотые горды не просите. Нет. Не просим. Единственное, просим что, вот, устранить. Доведи до ума. Доведи до ума, да. Вот все свои просчеты, доведи до ума все. И хотелось бы, хотелось бы понять, почему у нас вот так вот все обваливается, все проседает. Хотелось бы независимую экспертизу. Выявить. Выявить. Да, да, да. Доставки и точечно устранить. Да, конечно, выявить. И потому что мне сказали, а подайте на застройщиков в суд. Я им ответил, а с чем я пойду? Ну, у меня очень много ответов бумаг. Мне просто скажут, подтери, сдавай кинем. Все. Самый оптимальный вариант, это когда у тебя большой козырь. Есть независимая экспертиза в мою пользу. Вот тогда я могу пойти в суд. А с этими бумагами... Ну вот, а ты не думал, пусть всеми жрецами вызвать эту независимую экспертизу? Пусть они озвучат ценник. Не согласятся, потому что это очень дорого. А ты не спрашивал, сколько это стоит? Ну, больше 150 мне сразу сказали. За экспертизу, да? Потому что у нас в городе ее нет, надо с Владимира вызывать. Потому что туда-сюда дорога. И плюс он сам. Ну, это дорого. Жильцы не согласятся скинуться всем домом. А тут не все, так скажем, хорошо зарабатывают. Ну да, я считаю, по десяточке отдай с квартиры. А это, ну... Не все согласятся на это. Поэтому нет у меня козыря, чтобы, так скажем, воевать с застройщиком. Бумаги есть, а толку-то? Это для суда недостаточно. Он просто наймет хорошего адвоката и... Меня, как говорится, развалят. А вот была бы экспертиза, да, можно было бы действовать, но у меня ее нет. Бумаг много, отписок много. Все вот эти, какие проблемы есть по дому, они на бумаге прям зафиксированы. Зафиксированы со службы Динова заказчика. Отписывалась... Здорово. Здорово. Отписывалась мне наша администрация, наша городская, что действительно выявлен ряд. Например, то-то, то-то, то-то. Но, по факту, ничего не делается. Все как есть, вот. Ничего не устраняется. Кстати, вот. Два плейбоя, которые поздоровались, они пошли в магазин, взяли чисто пузырик. Без закуски, я так понял. Ну, шли они с пузыриком домой. Друзья, мы подходим к логическому завершению. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Как мне кажется, шикарный выпуск получился о нашей жизни. Напоминаю, что я люблю снимать. Я снимаю на разные темы. Про машины снимаем. Про недвижку снимаем. Про малый бизнес. Периодически, не часто, но выходит. За границу летаю, снимаем. Один день из жизни депутата Государственной Думы снимали, рабочий. Ой, продался. Интересно. Интересно и любопытно посмотреть. И все это я показываю на контрастах вперемешку. Это все то, что называется нашей жизнью. Все нас окружает. Хотите принять участие? Вам есть что рассказать. Вы скажете, вот это все ерунда. Вот снял бы ты про... Пишите на почту. Приглашайте. Приедем. Снимем. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Ссылку на который я оставляю в первом закрепленном комментарии. Ставьте лайки. Пишите ваше мнение развернуто, взвешено, культурно в комментариях. До новых встреч. Всем пока. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин